Привет всем фанатам тренировок! С вами Денис Семенихин и мы продолжаем разбирать конкретные группы мышц. Тема нашего сегодняшнего дня это трицепсы. Давайте сразу пройдемся по базе и по изолирующим упражнениям. Итак, какие базовые упражнения существуют для этой группы мышц? Первое и самое основное это сжимы лежа узким хватом. Значит, ребят, что здесь можно самое главное сказать и как прокомментировать? То, что трицепсы здесь явно не главная группа мышц, которые участвуют в работе. В такой же степени нагружаются грудные мышцы, в такой же степени нагружаются передние пучки дельтовидных мышц, но естественно трицепсы тоже подключены. Вы никогда не сможете выполнять лишь жимы штанги узким хватом сделать действительно проработанный и всесторонне развитый трицепс. Это понятно. Но вы сможете сделать кусок мяса, висящий здесь. Это факт. Опять же, все зависит во многом от техники. И помните, что выполняя жимы лежа узким хватом, не используйте никогда ширину хвата уже 30 сантиметров между внутренними сторонами кистей. То есть это очень важно, чтобы предплечья были почти параллельны друг другу. Дальше помните, что опускать штангу нужно прямо под грудь, то есть в то место, где смыкается верх пресса и грудные мышцы. Вот куда именно в эту ложбинку опускается у вас штанга. Но естественно, друзья, будьте внимательны к ощущениям в локтях, потому что это упражнение исключительно травмоопасное для локтей. Поэтому прогревайте их тщательно и всегда начинайте с более легких весов и постепенно пирамидой доходите до более тяжелых весов. Дальше следующее движение, о котором я хотел бы поговорить, это французский жим с гантелей сидя. Это движение по сути своей изолирующее, потому что не так много мышц ассистирует трицепсом. Но тем не менее, во многом это движение и базовое, потому что есть чем помочь, есть чем качнуть, есть откуда взяться читингу чуть-чуть. И в принципе можно так сказать, что это полубазовое, полуизолирующее упражнение. Какие здесь есть основные технические моменты? Первое, как я уже сказал про локти. Ребят, старайтесь локти сводить как можно ближе. Не превращайте французский жим в жим над головой. То есть локти должны быть обязательно максимально близко к ушам. Это позволяет вам растянуть трицепсы в нижней точке и естественно использовать в полной мере амплитуду. Давайте обсудим французский жим со штангой лежа. Тоже во многом полубазовое полуизолирующее упражнение. Почему? Потому что опять функция трицепсов достаточно чистая, но есть чем качнуть и есть чем почитинговать, есть чем помочь. Любое движение локтей вдоль тела, естественно, подключает спину и дает тот самый кач, чуть-чуть хоп, качнул и забросил штангу. Посмотрите вокруг, посмотрите, как ваши друзья делают все эти упражнения в фитнес-клубах или в тренажерных залах по всей стране, и вы увидите сплошной читинг. Таким образом люди превращают изолирующее упражнение в базовое. Я советую. И на моей практике, каким образом я делаю это упражнение, вы видите сейчас. То есть я опускаю штангу строго на верхнюю часть колба, останавливаюсь буквально на секунду, проверяю подсознательно, да, уже сейчас не столько осознанно, только уже автоматически я фиксирую, что локти у меня находятся в правильном положении. И дальше я плавно стартую и выполняю разгибание вдоль прямой линии. Я представляю себе направляющую, знаете, как на машине Смита, как будто штанга скользит по направляющей. В данном случае никакой направляющей нет. Это лишь визуально. Я представляю себе вектор, и я поднимаю штангу четко, строго, вертикально вверх. Это упражнение тоже тяжело для локтей. Поэтому, конечно, нужно прогреваться, нужно начать с каких-то более изолирующих движений для разогрева. Типа на блоке, что-то такое, немножко прогреть локти, и тогда можно переходить к этим движениям. Давайте теперь перейдем к изолирующим, чтобы очень уж вас не перегружать количеством упражнений. Итак, основные изолирующие это кикбэки. Кикбэки тоже, конечно, народ фитингует жестко. Вот, я предлагаю кикбэки делать все-таки чисто. Кикбэки это, как ни странно, очень эффективное упражнение как для трицепсов, так и для задних пучков дельтовидных мышц. Хотя дельты здесь практически в статике, но, ребята, ну ноют задние пучки дельтовидных, скажу я вам, после кикбэков. Просто сильнее, чем трицепсы зачастую. Но, тем не менее, для трицепсов это упражнение никто не отменяет. Это упражнение действительно эффективное. Дальше, всевозможные блочные разгибания рук. Будь то, стоя вертикально, над головой в наклоне вперед или по одной руке с блоком. Я все это считаю приблизительно одной группой упражнений, которые можно сочетать, импровизировать, жонглировать, перемешивать друг с другом как угодно. Используйте все вот эти блочные движения. Не замыкайтесь, не зацикливайтесь на одном и том же. Вот у вас есть тренажер для разгибания рук стоя. Вы всегда поворачиваетесь лицом к спинке и делаете, как я сейчас показываю. Но в то же время некоторые люди всегда упираются спиной в спинку и делают, соответственно, с несколько другим вектором нагрузки. Так вот, чередуйте, чередуйте. Сделайте один подход такой, другой подход такой. Потом сделайте с веревкой, тут же поменять. И потом сделайте по одной руке. Это суперсерия своего рода. В то же время это не суперсерия, это вариация. В общем, импровизируйте с изолирующими движениями. Никогда это не будет лишним, никогда это не собьет трицепсы с толку. И у вас проработаются все различные части и углы этой мышцы. Ну вот, друзья, в целом это все по трицепсам. Тренируйтесь эффективно и упорно. И не забывайте подписываться на канал MediaDoser, где собраны все проекты, помимо проектов о фитнесе и о питании, ну и также прочие наши проекты с Викторией Юшкевич. Также проекты тех авторов, которые мы поддерживаем. Надеюсь, что они вам понравятся. Даже больше я уверен в этом. Удачных вам тренировок. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok